С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Даты празднования 90-летнего юбилея Ненецкого округа перенесены на середину сентября, в связи с чем принято такое решение. Даты празднования 90-летнего юбилея Ненецкого округа перенесены на середину сентября. Такое решение принял Комитет по подготовке праздничных мероприятий. Его провел глава региона Александр Цибульский. Первоначально праздновать юбилей Ненецкого автономного округа планировалось в первые выходные сентября. Однако планы пришлось скорректировать в связи с проведением в России, в том числе и в нашем регионе, единого дня голосования. Он пройдет 8 сентября. Это мероприятие влечет за собой ряд ограничений на проведение праздничных торжеств. Поэтому решено основные юбилейные мероприятия провести на неделю позже, с 13 по 15 сентября. Чтобы для жителей и гостей региона праздник был во всех отношениях комфортным, мы решили немного изменить даты, отметил Александр Цибульский. По традиции праздничные мероприятия, посвященные Дню образования округа, будут совмещены с Днем работника нефтяной и газовой промышленности. В дни празднования юбилея округа его жители и гости смогут принять участие в самых разных массовых мероприятиях. В это время будут организованы различные выставки, экспозиции, презентации, премьеры новых зрелищных шоу и экспериментов, традиционный праздничный концерт с приглашением звезд эстрады и даже свой тундровый гастрономический фестиваль, который впервые стартует в окружной столице 15 сентября. В рамках гастрофестиваля организаторы планируют испечь самый большой пирог из традиционных для Нинецкого округа продуктов и занести его в Книгу рекордов России. Для этого в регион пригласят эксперта издания. Готовый пирог, состоящий из трех начинок, смогут попробовать все желающие. Глава региона открыл сегодня утреннее рабочее заседание администрации Нинецкого автономного округа с приятных моментов. Начинаем очередное заседание администрации, начинаем его с торжественного мероприятия, с награждения. Александр Цибульский вручил окружной знак отличия ветерану труда Зибахан Макаровой. Ей присвоено звание почетный работник рыбного хозяйства Нинецкого автономного округа. За заслуги в развитии на территории Нинецкого округа торговой сети, совершенствование форм и методов торговли. Звание почетный работник торговли Нинецкого округа присвоено Светлане Паюсовой, председателю Совета Нарьинмарского городского потребительского общества. Главу крестьянско-фермерского хозяйства Харей СПК ЕРК Андрея Волучейского, глава региона наградил почетной грамотой администрации Нинецкого округа за личный вклад в развитие регионального оленеводства. Утвержден план мероприятий по завершению строительства объекта капитального строительства, реконструкция второй очереди канализационных очистных сооружений в Нарьинмаре. Соответствующее распоряжение было подписано мэром столицы региона Олегом Белаком. Согласно плану, до 2021 года будут выполнены 6 мероприятий с обозначенными сроками и ответственными исполнителями. Это МКУ Управление городского хозяйства Нарьинмара и Нарьинмарское ПОК ИТС. Напомним, реконструкция второй очереди канализационных очистных сооружений была приостановлена в 2014 году. Генеральный подрядчик за управляющая компанией Петрофонд исполнил контракт почти на 90%, но не провел пусконаладочной работы. В ходе последнего этапа строительства у подрядчика возникла проблема с доочисткой источных вод до нормативных показателей. Заказчик-застройщик МКУ Управления городского хозяйства расторгла контракт с подрядчиком. Глава Нарьинмара Олег Белак отметил, что при достаточном финансировании мероприятий самый актуальный на сегодня коммунальный объект окружной столицы будет введен в эксплуатацию. Безусловно, количество благоустроенного жилья растет, соответственно, увеличивается мощность на наши очистные сооружения. К сожалению, контракт не был завершен, и очень долгое время нам понадобилось на то, чтобы юридически очистить весь хозяйственный комплекс, для того, чтобы можно было провести на нем пусконаладочные работы, довести до ума и ввести в эксплуатацию. Вот сейчас мы приняли свой нормативный, который четко прописывает, является дорожной картой, где прописаны этапы, что нам нужно сделать, и мы определили конкретные временные рамки для того, чтобы ввести в эксплуатацию вторую очередь очистных сооружений. Реконструкция второй очереди позволит увеличить мощность очистных сооружений на одну тысячу кубометров в сутки и доочистку сточных вод на четыре тысячи кубометров ежесуточно. Цена муниципального контракта составила чуть более трехсот миллионов рублей. Из них было освоено порядка двухсот девяносто миллионов рублей. В настоящее время объект находится на балансе МКУ управления городского хозяйства города Нарьинмара как объект незавершенного строительства. В новом учебном году стоимость питания в окружных школах увеличится. При этом родительская плата за горячие обеды школьников не изменится. Соответствующий документ рассмотрели на очередном заседании окружной администрации. Изменения в размер стоимости продуктов питания для школ связаны с индексацией цен. На сегодняшний день стоимость питания в школьных столовых на одного ученика в городских школах составляет 97 рублей в день, в поселениях – 107 рублей. Плата за питание в месяц в среднем для родителей составляет 1000 рублей. Точно такую же сумму за питание школьников доплачивает окружной бюджет организациям, обеспечивающим питание детей в учебных заведениях. Увеличение стоимости горячих обедов связано с индексацией цен в 2017-2019 годах. Размеры стоимости продуктов питания в образовательных организациях изменены с применением величины индекса дефляторов в соответствующих годах и будут установлены с начала 2019-2020 учебного года. К примеру, в образовательных организациях, расположенных в городском округе, в городском поселении увеличивается с 97 рублей до 109 рублей в день, в новой образовательной организации со 107 до 120 рублей в день. Родительская оплата за горячие обеды останется на прежнем уровне, благодаря увеличению субсидий из окружного бюджета. С увеличением стоимости продуктов питания предлагается увеличить размер частичного освобождения родителей от внесения платы за питание до 55,5% от стоимости продуктов питания для образовательных организаций, расположенных в муниципальном образовании городского округа Нарьенмар и в муниципальном образовании городского поселения рабочий поселок Искатели до 55,4%. Для образовательных организаций, расположенных в сельских муниципальных образованиях, таким образом, что финансовая нагрузка родителей останется на прежнем уровне. Эти меры потребуют дополнительного выделения средств из бюджета Ниньского округа в размере порядка 5,5 миллионов рублей. Глава региона Александр Цибульский отметил, что это давно назревшее решение, направленное на поддержание качества питания окружных школьников. Мы приняли решение о повышении стоимости ежедневной порции. При этом надо отметить, что мы долго дискутировали и все-таки пришли к выводу, что это не затронет стоимость софинансирования со стороны родителей, а это повышение исключительно за счет регионального бюджета. Сейчас бесплатным питанием за счет средств окружного бюджета обеспечены дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, те, кто проживает в интернатах, а также дети из семей. Едоход на одного человека составляет меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Последние годы в России, как отмечают эксперты, уменьшается число взрослых инвалидов, но, к сожалению, растет число детей с ограниченными возможностями. На начало года в стране было почти 700 тысяч детей с той или иной инвалидностью. При этом структура болезней детей, которые приводят к инвалидности, существенно отличается от заболеваний взрослых. У старшего поколения на первом месте болезни системы кровообращения. У детей больше заболеваний, связанных с расстройствами нервной системы. Подробнее о проблеме расскажет Любовь Пермякова. В нашем регионе количество детей с инвалидностью, к счастью, не увеличивается, в отличие от показателей общероссийской статистики. Об этом нам рассказала уполномоченная по правам ребенка в Нинесском округе Галина Гуляева. Вот у меня две циферки на сегодня есть. Это пенсионный фонд дал мне статистику. Это 222 ребенка на сегодняшний день. Отделение соцзащиты дало 202 ребенка. То есть 20 детей разница. В том году было примерно так же. Поэтому говорить о росте, наверное, не приходится. В округе большинство детей инвалидов имеют заболевания, связанные с психическими расстройствами. На втором месте врожденные аномалии. На третьем – болезни нервной системы. Медики бьют тревогу, ведь с такими проблемами сталкиваются и родители современных школьников. Согласно статистике, около 70% учащихся имеют психологические проблемы, а также нервные расстройства. Много детей, которые находятся в группе риска, есть и у нас в округе. Сейчас очень много деток, которых мы наблюдаем, которые рождаются с явлением какой-либо легкой гипоксии, не имеющей под собой выраженного органического поражения нервной системы или неврологической симптоматики, то есть в виде порезов. Этого нет. Это именно какие-то функциональные расстройства. Расстройство определенной адаптации, расстройство речи, несовершенство развития речевого аппарата, задержка речевого развития, задержка психоэмоционального развития, что приводит к определенным нарушениям адаптации деток и со сверстниками в детских садах, что потом приводит к сложностям в общении со сверстниками в школе и с педагогами. Такие расстройства в поведении у детей, по словам врача-невролога Каролины Князева, можно корректировать. И это не обязательно с помощью медикаментозного вмешательства. В большинстве случаев помогает работа с психологом, неврологом и, конечно, большая помощь самих родителей. Как-то влияет сегодняшний ритм жизни на это? Или что они постоянно в телефонах, в планшетах? К сожалению, да, сейчас очень много стало именно неврозов детского возраста, когда не соблюдается определенный режим, когда дозволяется большое воздействие на эмоциональную сферу, на зрительную сферу компьютеров, смартфонов. У тех деток, по моей статистике, кто за 10 дней лечения моего наблюдения отменяет смартфон или дозирован по полчаса, два раза по полчаса, идет заметная положительная динамика. И я наблюдаю ребенка, и родители говорят, что улучшается и сон, и поведение, и настроение. Раздражительность неврозы, нарушение зрения, сна, осанки – это только часть заболеваний, которые ребенок может получить от чрезмерного использования гаджетов. Чтобы сохранить здоровье детям, врачи советуют не только ограничивать время пользования компьютера, но и контролировать сайты, которые посещает ребенок, исключить из интернет-рациона агрессивные игры, а по возможности больше времени проводить на свежем воздухе. Любовь Пермякова, Лениц Шишелов, Телеканал «Север». Все большую поддержку со стороны органов государственной власти и местного самоуправления в регионе получают ТОСы – Организации территориального общественного самоуправления. Это общественное движение стартовало в окружной столице в 2011 году со здания в Нарьинмаре первого ТОСа «Старый аэропорт». Теперь их в округе насчитывается более десяти, в том числе в трех сельских поселениях. Для того, чтобы все организации территориального самоуправления могли активно развивать свои микрорайоны, вот уже четыре года с ними работает ресурсный центр НКО, который готов помочь как в самой организации ТОСа, так и в реализации проектов и общественных инициатив на местах. Ресурсный центр второй раз подряд выигрывает президентские гранты на развитие ТОСа в Арктике. ТОС – это самоорганизация граждан по месту их проживания. И они реализуют свои проекты, то, что они хотят. Допустим, ТОС без образования личного лица «Захребетный», ТОСы «Октябрьский» – они вошли в программы проектов по местным инициативам, также они вошли в программу «Комфортная городская среда», соответственно, благоустроят свои дворы, устанавливают детские площадки. Можно на примере ТОС «Старый аэропорт» показать, они устанавливают детскую площадку, они благоустроят свою территорию, озеленяют. У них очень множество проектов. Я уж не говорю о ТОС «Сахалин», который является победителем всероссийских конкурсов. ТОСы могут заниматься благоустройством своего двора, территории микрорайона, организации детских игровых площадок, тротуаров, устраивать праздники. Деньги на эти цели инициативные граждане могут получать из бюджета всех уровней – муниципального, окружного и федерального. Выигрывая гранты – получить помощь от ресурсного центра, если ТОС не зарегистрирован как юридическое лицо. ТОС «Малый Качгард» молодой, но достаточно перспективный в плане развития и благоустройства территорий. Он был образован в 2013 году. В состав ТОС входит 28 домовладений. Это немного, относительно немного. Если сравнивать с нашими соседями ТОС «Качгард», то там в состав ТОС входит более 130 домов. Нас немного, и в этом есть свои несомненные плюсы. Мы все друг друга знаем, и это позволяет нам дружно и сообща решать наши насущные проблемы. Так, 20 июля мы вышли на уборку территории. Мы провели субботник, соседи хорошо откликнулись, и мы очистили около 700 квадратных метров территории в районе пешеходной дорожки, ведущей от «Малого Качгарда» к улице 60 лет Октября. Там же мы обнаружили несанкционированную свалку, которую тоже ликвидировали. В общей сложности мы собрали более полутора тонн крупногабаритного мусора. Следует отметить, что инициативы ТОС поддерживают и муниципальные предприятия. Хочется выразить благодарность МБУ «Чистый город». По нашей просьбе они установили мусорный бункер там, где нам было удобно. Ресурсный центр НКО обеспечил нас перчатками и мешками. Окружные ТОСы активно участвуют в региональных экологических акциях. Одна из последних «Чистые берега» прошла в округе 26 июля. В ней принимали участие и жители «Малого Качгарда». Дело в том, что территория ТОС «Малый Качгард» полностью находится в водоохранной зоне. И любой мусор наносит урон экологии. Что касается перспектив развития небольшого микрорайона, то здесь хотят организовать детскую площадку, а также обратиться с инициативой строительства дамбы. Она необходима в период паводка. И обустройство дороги с твёрдым покрытием. Все эти проблемы мы будем решать сообща, совместно с городским советом, с администрацией города. Ну и, конечно же, ресурсный центр НКОНа нам в этом большой помощник. Наталья Кислякова, Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Фитотерапия, как часть народной медицины, является большим, но ещё мало исследованным достоянием народа. На территории нашего заполярного региона тоже есть большое количество лекарственных растений. Ну а точные методики сбора, хранения, приготовления и употребления лечебных средств на основе фитотерапии знают немногие. Помощь желающим испробовать на себе силу народной медицины – издание «Печорский травник». Как отмечают авторы издания «Любовь Царькова», существует большое количество травников разных регионов со старинных времён, но нашего Печорского не было. Собирая разрозненную информацию по крупицам, ботаник-любитель смогла создать уникальное в своём роде издание. Я буквально заболела желанием сделать эту книгу, причём делала я её на собственный страх и риск. То есть сама писала, сама фотографировала, сама макетировала, сама нашла редактора, слава богу. Ольга Васильевна Лавриненко и Игорь Анатольевич согласились отредактировать, потому что растения лекарственные есть официальные, признанные официальной медициной, есть только народные. Поэтому это же вещь очень ответственная. И хоть я пишу, что надо, прежде чем принимать травы, посоветоваться с врачом, но всё равно каждый текст, он должен быть выверен. В создании травника приняли участие кандидаты биологических наук Ольга Игорь Лавриненко и провизор высшей категории Анна Черных. В книге представлены основные лекарственные травы и растения, которые встречаются в окрестностях Нарьинмара. Каждому из них прилагается рецепт и спектр применения при заболеваниях. Приобрести травник можно у автора или взять для изучения в библиотеке этнокультурного центра Ненецкого округа по адресу улица Смедовича, дом 20А. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды.